Обзор по опухолям желудка и по некоторым предиктивным маркерам в том числе. Какие задачи стоят перед нами, когда мы получаем материал, собственно, эндоскопический или операционный? Все чаще у нас все меньше материала и все больше задач. Это, прежде всего, дифференциальная диагностика между доброкачественным и злокачественным опухолем, определение анзологии, определение ПТ в случае операционного материала, определение степени злокачественности, определение степени патоморфоза в случае предоперационного лечения. И основные варианты сложности, с которыми мы сталкиваемся, это дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных процессов на маломатериале биопсии, дифференциальная диагностика аденокарцинового желудка с другими опухолями, определение молекулярного подтипа и предиктивных маркеров при аденокарциновом желудке. Последний вопрос нам наиболее актуальный. Основная проблема в том, что, наверное, не определяют банально просто молекулярный подтип и предиктивные маркеры при желудке. И это, наверное, такой достаточно больной на самом деле вопрос. Достаточно большую сложность может представлять дифференциальной диагностикой доброкачественных процессов на малом объеме материала. Нередко мы встречаем на практике вот такие варианты биопсии, в поверхностной части которых выявляем атипичные железы, и зачастую бывает достаточно сложно их интерпретировать. Адонокарциномы – это или реактивные изменения в железах. Ну вот по данной литературе, например, достаточно много, вот я привел одну из них, они также, естественно, не мы, не только в России сталкиваемся, но по всему миру, и они себе позволяют на самом деле такие заключения и ставят, например, регенераторную атипию или высоко дифференцированную адонокарциномы. Наверное, в нашей практике достаточно сложно действительно лечащему врачу предоставить такое заключение, потому что это будет ряд вопросов как со стороны лечащего врача, так и со стороны пациента. Более того, это позволяет, там в дальнейшем, когда дается такое заключение, идет соответственное наблюдение, и последующее заключение может выглядеть как больше данных за высоко дифференцированную адонокарциномы. То есть, опять-таки, неоднозначное заключение, от нас все просят, чтобы мы все больше и больше давали более однозначных заключений, но, естественно, мы как-то ограничены можем, особенно на малом объеме материала. Бывают вопросы в случае, так как Т1А, это при раке желудка, это инвазия в собственную слизистую оболочку, да, пластинку слизистой оболочки, без инвазии в собственную мышечную пластинку, да, в отличие, собственно, от адонокарцинома толстой кишки, то бывает достаточно сложно дифференцировать инвазивную адонокарциному с раком ин ситу. И здесь важное значение имеет, когда мы все-таки видим, естественно, в инвазию собственную мышечную пластинку, тогда, наверное, вопросы отпадают, как в данном случае. Но когда это отсутствует, то зачастую критерии, может быть, достаточно субъективны, это вот эти вот крепреформные железы и так далее, которые могут помочь несколько. Но, опять-таки, в ряде случаев это бывает проблема, дифференцировать это именно рак ин ситу или это уже, собственно, инвазивная адонокарцинома. Опять-таки, да, неоднозначный критерий инвазии в собственную мышечную пластинку, разный подход к дифференциальной диагностике восточных и западных патологов. Иммунистер-химик, к сожалению, опять-таки не помогает в дифференциальной диагностике. И тангенциальные срезы, это, наверное, достаточно большая проблема бывает, потому что правильно расположить образец иногда достаточно сложно. И тангенциальный срез мог создавать иллюзию инвазии в собственную мышечную пластинку слизистой оболочки. Ну, вот на данном слайде приведен пример вообще, где нет опухоли, собственно, да, тангенциальный срез. И вот, ну, понятно, что здесь достаточно все ясно, но, тем не менее, вот железа, да, при тангенциальном срезе как будто находится в собственной мышечной пластинке. Да, на самом деле, это нормальная железа, никакой инвазии нет, просто это, собственно, мышечная пластинка от среза прошел поперек и создал иллюзию инвазии. К сожалению, нечасто морфологи, особенно в неспециализированных учреждениях, принимают это за инвазию и ставят за качественное новообразование. Если перейти ко второму пункту вопроса, то кистологические варианты аденокарцинома желудка достаточно много сейчас различных разновидностей. Тубулярный аденокарцинома болит часто. Вариант популярный, муцинозный, похкохесивный, включающий сейчас перстонивидно-клеточный рак, да, ну, и смешанный аденокарцином, когда встречаются несколько разновидностей. Редкий вариант аденокарцинома желудка – это аденокарцином желудка с лимфоидной стромой, гепатоидный аденокарцином, микропопулярный аденокарцином, аденокарцином желудка и желез фундального типа. На последнее я хотел бы чуть больше остановиться. Вот мы в своей практике видели данные наблюдения. В чем бывает сложность? Это вот как бы вот эта вот опухоль, она является продолжением, собственно, нормальных железистых структур, да, и зачастую, во-первых, можно ее просто пропустить, да, приняв за какой-то реактивный процесс, а с другой стороны можно принять ее за нейроэндокринную какую-то патологию опухоль, да, потому что, ну, структуры такие достаточно мелкие, формируют родиткоподобные структуры, вот они, да, при большом, при малом увеличении. И могут вызывать, собственно, ну, как бы и мисс-диагностику, и перепутать можно с другими разновидностями опухоли. Аденокарцином желез из фундального типа, 1% всего от раннего рака желудка, 2% по сути слоев, 60% случаев, но это медленно растущая опухоль, метастазы, лимфоузлы крайне редко встречаются. Кипотоидный аденокарцинома, другая разновидность аденокарцинома желудка. И здесь, собственно, если мы говорим о первичной опухоли, то, наверное, особой сложности это не представляет, но если мы говорим о метастазе, особенно о метастазе без первичной лимфоузлы на чага, то это может быть определенная сложность, потому что гипотоидный аденокарцином может экспрессировать маркеры, характерные для гепатоцулярного рака, например, гепарадин, в том числе и гилипикан, и альфа-фетопротеин. Но чаще, например, гипотоидный аденокарцином экспрессируется от кератин-7, в смысле гепатоцулярного рака. Но, конечно, это очень субъективно, потому что мы все знаем, что гипотоидный аденокарцином также может экспрессироваться от кератин-7. Поэтому об этом надо помнить, гипотоидный аденокарцином, она может быть как в желудке, так и в легком. Это две наиболее частые локализации этой гипотоидной аденокарциномы. И когда мы встречаемся с метастазом с первичной лимфоузлой на чага, об этом надо знать, потому что, может быть, такой ловушкой, когда мы выявляем маркеры специфичные для печени, а это оказывается гипотоидный аденокарцином. В дифференциальной диагностике аденокарцином в желудке с другими опухолями, во-первых, это могут быть и метастатические опухоли 0,5%, а 9,5% не так уж и мало, если взять все вместе. Это лимфома, ниланома, неридоклина, опухоли, GIST, саркомы. На данном слайде приведем пример опухоли метастатической природы. При первичной биопсии, к сожалению, зачастую у нас отсутствует анамности, и мы можем принять это за первичную аденокарцином в желудке. Смотрите, как близко это находится от слизистого слоя прямо с самой поверхности. Как будто нет ничего внутри, это еще создает определенные сложности в диагностике. Но если мы проведем исследование, например, на эстрогенового рецептора, то в данном случае это был метастаз долького рака молочной железы. 0,3% рака молочной железы дает метастаза, а в 19% случаев долького рака имеет тоже негативные результаты маммографии. Поэтому мы, собственно, можем иметь без клиники, без клинической картины. Мы зачастую выявляем первично и как в желудке, на первичных биоптатах желудка, так и на первичных биоптатах толстой кишки зачастую выявляем, собственно, первыми ставим диагноз долького рака молочной железы, а потом уже, собственно, лечащие врачи проводят более детально обследование молочной железы и подтверждают данный диагноз. Гломусная опухоль не так часто бывает в желудке, но, тем не менее, то и также может вызвать определенные вопросы. Вот она состоит из таких достаточно мелких, типичных клеток, экспрессирует гладкомышечный актин, ярко, да, и надо просто о ней помнить. Иногда она выглядит так, полиповидные структуры, вот как в данном случае как раз был, и могут лечащие врачи принять ее за какую-то другую, особенно при эндоскопическом исследовании и потом при рутинном исследовании генетоксинезии. Гломусная опухоль чаще у женщин в любом возрасте, как вы видите, медиан 55 лет, симптомы могут быть кровотечения, проявляться как язва, 2,5 см обычной лантральной части. В основном доброкачественное течение 1% от мягкотканной опухоли желудка, то есть достаточно редко. Нерендокринная опухоль при желудке не так часто, в отличие от, например, тонкой кишки, но чаще, например, чем толстая кишка в желудке встречается. Ну, с чем можно перепутать? Это прежде всего с аденокарцином фундального типа, да, и необходимо исследовать, когда имеется подозрение, нерендокринный маркер, синапт, филитин, хромограница 56. Нам в настоящее время очень нравится маркер INSM-1, он зачастую, это фактор транскрипции, который зачастую позволяет решать вопросы в спорных ситуациях, когда имеется фокальная экспрессия маркеров, либо не все маркеры экспрессируются, INSM-1 очень неплохо справляется с поставленной задачей. Меланома, меланома желудка, первичная, маловероятно, чаще медицитатической природы. Ну, и маркеры, такие как меланома, ШМД-45, можно ее перепутать, да, на гистологическом препарате, как с низкодифференцированным раком, так и с лимфомой. Надо просто помнить об этом, что может быть и меланома, и исследовать эти маркеры. Если говорить о чувствительности, то СОКС-10, на мой взгляд, самый замечательный маркер, сейчас также фактор транскрипции. Если говорить о специфичности, то меланома, ШМД-45, конечно, не остается более специфичными. Описаны единичные случаи первичной меланомы желудка, да, и в основном все-таки это метастазы меланомы. И если мы говорим о металлитическом процессе, то на лотоксинном материале как раз чаще встречается метастаз в желудок, чем при других локализациях внутренних органов и металлитива. Выживаемость в описанных случаях первичной меланомы не превысила, к сожалению, 5 месяцев, то есть это достаточно высокая смертность. Ну и вторую часть презентации я бы хотел посвятить, собственно, предиктивным маркерам вкратце. Здесь я прежде всего хотел бы рассказать о микроэкстритной стабильности, о мисс-мач-репэре, водонокорационной желудка. Я бы хотел, прежде всего, поделиться своим нашим собственным опытом. Это РНТР-ХТ именно Гранова и Институт имени Березина. Ну вот по Санкт-Петербургу у нас 9%. Мы исследовали 282 случая. В 9% случаев мы выявили нарушение мисс-мач-репэр. В регионах, где нам в основном из регионов присылают четвертую стадию, да, уже распространенную форму, 4%. Но это лишний раз говорит, что мисс-мач-репэр водонокорационной желудка это как бы положительный предиктивный фактор, и метастатическая форма встречается реже, чаще локализованная форма. Ну, по данной литературы чрезвычайно варьируется MSI-H. На самом деле это связано с тем, что еще методика была оценена. То есть ПЦР, например, все-таки хуже несколько, чем мангистохимия при других локализациях, кроме кишки. Не зря ЭСМА сейчас рекомендовал в первую очередь использовать именно мангистохимию, а потом уже добавлять ПЦР. Ну, если говорить о раке желудка, гистологической форме, то это опять-таки чаще низкодифференцированная форма, и она чаще имеет, собственно, дефект мисс-мач-репэр. Я бы хотел продемонстрировать на двух случаях. Вот первый случай – мисс-мач-репэр – дефицитный рак желудка. Пациент была женщина. По данным КТТ-4, инвазия в селезенку под желудочную железу, Н0М0. То есть была, по сути, как минимум плохо операбельная, а, по сути, достаточно сложно было сделать оперативное вмешательство. И вот мы выявили, провели иммунгистохимическое исследование. ММР очень легко определяется, исследуется внутренний контроль, позитивная реакция в строме, и была выявлена позитивная реакция в строме, внутренняя контроль, негативная реакция в опухоле, на МСАЖ-2, МСАЖ-6. Парное выпадение, наиболее типичное МСАЖ-2, МСАЖ-6, по МСАЖ-2, МСАЖ-1. То есть в данном случае был дефект мисс-мач-репэр. ПДЛ-1 был высокий, также у данной пациентки был высокий уровень экспрессии как в опухоли, так и в иммунных клетках. Это при раке желудка достаточно частое явление, в отличие от толстой кишки, где это не сопровождается сцепленность при раке желудка. Зачастую дефект мисс-мач-репэр сопровождается высокий уровень экспрессии ПДЛ-1. Данной пациентке была назначена антипедиадин-терапия. И вы видите, до лечения единичные иммунные клетки инфильтрируют, а уже после двух введений антипедиадин сплошь все поле покрыто иммунными клетками по очень выраженной инфильтрации. И, собственно, это и есть суть псевдопрогрессии. У данной пациентки было как раз на АКТ выявлено, как будто были выявлены новые очаги, а на самом деле они просто увеличились в размере. А при повторном просмотре первичной АКТ они также были обнаружены. То есть спиноми псевдопрогрессии, иммунные клетки активно инфильтрируют опухоль, создают иллюзию увеличения ее размера. А на самом деле это просто ответ на иммунной терапию. А после трех введений у данной пациентки опухоль уже не выявлялась. Причем не выявлялась как, собственно, в самой первичной локализации. А при последующих введениях уже антипедиадин препарата не выявлялась в инстатических очагах. В настоящее время пациентка продолжает получать антипедиадин терапию, и никаких изменений уже нет. В желудке даже при эндоскопическом исследовании нет никаких изменений, нет никаких изменений при компьютерной томографии. То есть, по сути, произошло полное излечение. И пациентка продолжает получать антипедиадин терапию, было принято решение до двух лет. На мой взгляд, это замечательный пример успешного использования, успешного сотрудничества как раз врача-морфолога и клинициста, когда это необходимо, крайне важно и вовремя это поймать. А что, если бы мы назначили химиотерапию данной пациенту? Вот был ряд примеров, что как раз и ряд авторов говорит о том, что химиотерапия при ДММР и массаже АШ-желудке разрушает иммунный щит. Вот эти вот PD-1-позитивные клетки, которые окружают опухолевые клетки, химиотерапия разрушает их и лишь провоцирует диссеминацию опухолевого субстрата. И не приводит к химиотерапии то, что говорят, что позиция не потенциирует эффект иммунной терапии. В данном случае это не происходит, потому что МСА нестабильна, опухолевая не так содержит большое количество мутаций, поэтому химиотерапия не приводит к еще большему уровню повышения. И, как пример, второй случай, пациент женщины 63-х лет, в конце 2015 года был комплекс на лечение, по 3НДН-2, зеркальный практический случай, исследование ММР и МСА не проводилось. И уже через полгода прогрессировано из метастаза в обрешении плевр. И, к сожалению, это уже постфактум исследования, то есть вовремя не было направленного материала на МСА, ДММР, МСА, ажа, когда уже только все произошло. У данной пациентки было выпадение ПМС-2 и МЛОЧ-1, то есть опухолевая была с ДММР. Вот два клинических примера. Один пример, когда было назначено у данной пациентки химиотерапию, и химиотерапия не проводилась. А второй пример, когда была назначена химиотерапия. И, по сути, мы в настоящее время имеем мертвую и живую воду у данных пациентов. Но это подтверждается данным исследований. Вот ПОСКОК, да, наиболее-таки важные были исследования 18-17 года. И самый такой, на мой взгляд, показательный ПОСКОК исследований МАГИ, которые показали, что если мы используем химиотерапию МСА и дефицитных опухолей, то все пациенты мы можем обречь на не самый благоприятный прогноз, да, вот обрыв. В то же время, если хотя бы даже просто ничего не делать, а только хирургическое вмешательство, то у таких пациентов наилучший прогноз. Ну, таким образом, позвольте резюмировать, какие задачи стоят в настоящее время перед морфологом, при диагностике рака желудка. Прежде всего, это дифференциальная диагностика доброкачественного и злокачественного процесса. Во второй очереди, дифференциальная диагностика адамикарциновного желудка с другими опухолями. И, на мой взгляд, в третью очередь, это обязательно в настоящее время проведение исследований при адамикарциновного желудка. Прежде всего, ММР и МСА обязательно до планирования лечения. Ну, и, в вторую очередь, PDL1, HER2, и, в частности, барвирус в настоящее время также активно развивается. На мой взгляд, также заслуживает свое место в данной панели. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.